Приветствую Вас, Сергей, и давайте попробуем разобраться с Вами в том, что произошло, попробуем понять Вашу проблему и подумать, как Вам с ней справиться. Информации о себе и о проблеме Вы дали, конечно, очень мало и действительно не задаёте вопрос, хотя и, в принципе, вопрос, на мой взгляд, здесь понятен. То есть, понятно, что Вы хотите, хотите, чтобы мы Вам, наверное, объяснили, донесли до Вас, почему ребёнок так себя ведёт и что Вам вообще делать. Ну, во-первых, скажу сразу, что ребёнок – это результат того, как Вы его воспитывали, это результат того, как Вы к нему относились и какие ценности Вы ему, как бы, вложили в него. И, исходя из этого, давайте разбираться. Вы говорите, что ребёнок не хочет учиться в университете. Но ведь если он учится в университете, значит, это уже не совсем ребёнок, это уже взрослый человек, как минимум ему есть уже восемнадцать лет. И если ему есть восемнадцать лет, то этот человек вправе уже сам решать, что ему делать, как ему обустраивать свою жизнь и так далее. Понимаете, если он учится именно в университете, то это означает, что он учится по выбранной им профессии. Понимаете? То есть, если человек не хочет учиться в университете, значит, ему его выбранная профессия не нравится тогда. Ну, вот так, по крайней мере, получается. И возникает вопрос. На мой взгляд, довольно логичный здесь. А почему? Если ребёнок не хочет учиться, вы, например, его заставляете, допустим. Или почему вы называете его ребёнком, если он в действительности уже не ребёнок. Понимаете? Вот. Вам может показаться, что это несущественно, но на самом деле тот факт, что вы называете его ребёнком, говорит о том, что у него и ответственности тоже, как у ребёнка. То есть, нет. Нет у него ответственности за себя. Не несёт человек ответственности за свою жизнь. А зачем? Если у него есть вы, который всегда рядом, который всегда, наверное, поможет, который всегда, наверное, расспросит, как дела, что происходит, и так далее. Вот. И это вот большая проблема, потому что человек уже довольно-таки взрослый. Понимаете? И как взрослому человеку, как именно, как взрослому человеку, ему надо бы самостоятельно принимать решения за свою жизнь. Понимаете? Ему надо бы самостоятельно учиться и себя обеспечивать, и понимать, для чего он учится, и так далее. Ага. Этого сделать, если я правильно вас понял, у него возможности нет. Вопрос заключается только в том, почему у него нет такой возможности. почему ребенок до сих пор является в ваших глазах ребенком, хотя в действительности он уже давным-давно не ребенок, а он уже, ну, в общем-то, взрослый человек. и как вы хотите, чтобы он учился, если у него нет чувства ответственности. Он до сих пор не чувствует, что он взрослый, он до сих пор чувствует, что он может дуряться, что он может делать, что ему вдуматься, и так далее, и так далее, и так далее. Откуда же тогда взяться в желание учиться? Зачем? Если ему и так удобно. И отсюда, Сергей, я хотел бы, чтобы вы постарались понять одну важную вещь, что не нужно выяснять у ребенка, почему он не учит. Не нужно выяснять, почему он не забивает, как вы говорите, на учебу. Это сейчас его дело. Это сейчас его право. Учеба в университете это не обязан. Учеба в университете это право. Еще раз вам хочу это сказать, чтобы вы поняли. но при этом это не абсолютные права, безусловно, и это еще и определенные обязанности. То есть, если он не хочет учиться в университете, его никто не доставляет, но при этом также никто не обязан ему что-то давать, что-то делать, например, как-то ему помогать, и так далее, и так далее. То есть, вы прямо можете своему сыну сказать, что ты можешь сделать все, что ты хочешь, я тебя, например, больше ни о чем не спрошу и приставать к тебе не буду. Но и денег, например, денег на одежду я тебе тоже не дам. Понимаете? Вот именно в этом заключается суть как бы двухстороннее. Двухстороннее идет восприятие собственной ответственности. С одной стороны, он может делать то, что хочет. Это его право. с другой стороны, с другой стороны, у него есть определенные одобренности уже сейчас, как у, скажем так, взрослого человека. И как у взрослого, и как бы, если он хочет быть взрослым, он не будет поступать вот так. То есть, он либо там будет учиться, либо пойдет работать, или, может быть, будет делать что-то еще. То есть, здесь все зависит от него. Вот. Но ему нужна вот эта вот самая свобода. Ему нужна вот это вот самое ощущение того, что он сам отвечает за свою жизнь. Понимаете? ребенка в университете не бывает. Ребенок в университете это уже молодой человек. Правда, непонятно. Непонятно, кто это у вас. Молодой человек, парень или девочка, но вне зависимости от этого. Правда, там есть своя специфика небольшая, но это в данном случае, конечно, роли особо не играем именно в контексте данного ответа. Вот. И, собственно, говоря, причина, по которой ребенок добивает на учебу в университете заключается в том, что он не выходит из своей зоны комфорта. Еще раз повторю, зачем ему учиться, если у него есть вы, которые, если я правильно понял, помогают, которые, если я правильно понял, наблюдают, надверают, корректируют, ругают, и вообще человек чувствует ваше присутствие в своей жизни. Ну и откуда здесь размет соответственно, непонятно. с другой стороны, с другой стороны, могут быть некоторые и причины, могут быть некоторые причины того, почему ребенок не хочет учиться в университете. И надо сказать, что причины эти могут быть самыми разными. например, трудное схождение с коллективом, например, трудности при социализации, ну, допустим, допустим, такое тоже, в принципе, бывает. Вот. То есть, это тоже нужно обязательно учитывать, когда вы вырабатываете свою позицию, и если ребенок ничего не говорит, это его право. Это его право. Но вам нужно четко донести до него эту вот простую мысль, что если он не будет вам, например, объяснять, почему он не учится, особенно если вы учебу платите вы, то вы обратно напросто не будете его содержать. Вот и все. И либо он вам объясняет, что случилось у него, либо он собственно лишается вашей помощи. Вот и все. Понимаете? И основная ваша ошибка с Сергеем заключается в том, что вы относитесь к ребенку как по сути как к маминскому то есть к ребенку как к ребенку. Ага, в действительности это уже взрослый человек. И вот для вас этот взрослый человек он не повзрослел, судя по всему. А в действительности это взросление оно уже началось, оно уже произошло. И вы вот не заметили того, как ваш ребенок подрослел. И именно из-за этого и именно по этой причине у вас и вникают определенные проблемы. И чем быстрее вы примете этот факт, что ребенок удивился, и что совсем не ребенок, быстрее в этот факт прыгаете, тем лучше, чем эффективнее будет ваше поведение. Вот. И ваш ребенок выберет тот путь, ту жизненную позицию, которая для него будет лучше всего. То есть подвольте ребенку по сути ему выбирать, по сути ему выбирать именно то, что он хочет, а не то, чего, например, вы хотите для него. Это может быть и правильно, по вашему мнению, но не является адекватным именно для него. Понимаете? на этом все. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!